Мэр из Таравшана оскорбил ислам. Очередной родственник Мерзияева получил важное назначение. В Кыргызстане запретили продажу и распитие алкоголя. Очередное оскорбляющее ислам заявление было сделано чиновником в Таджикистане. Мэр из Таравшана города на севере Таджикистана Бахром Инаядзада заявил на одной из пресс-конференций, что за последние два года в городе и в районах были закрыты 36 мечетей. Причем Инаядзада прокомментировал это следующим образом. Никто, войдя в мечеть, не вынес оттуда здравого смысла. Большинство молодежи, которые примкнули к экстремистским группам, именно в мечетях вбили в их головы такие мысли. Поэтому нужно увеличить число школ, а не мечетей. По информации властей, только в прошлом году в Исфаре были ликвидированы 56 мечетей, а в Бабаджан-Гафуровском районе 67 мечетей. Все ликвидированные мечети были преобразованы в различные иные учреждения, такие как дома культуры, школы, чайханы и тому подобное. Так, например, в Махалле-Джикак, Джамуата-Сурх, здание закрытой мечети отдали под зал игры в настольный теннис, пинг-понг. А в здании бывшего медресе в Джамуате Чоркух в Исфаре уже второй год обосновалась застава погранвойск. Напомним, что по всему Таджикистану только по официальным данным количество закрытых мечетей превысило 2000. В прошлом году данную информацию подтвердил председатель Комитета по делам религии Таджикистана Сулаймон Давладзада. Примечательно, что это уже далеко не первый случай таких явных оскорбительных высказываний в адрес ислама и его атрибутов. Ранее один из чиновников в нетрезвом виде и с употреблением нецензурной брани требовал от жителей района Рудаки закрыть мечеть. Президент Узбекистана Шавкат Мерзияев 2 февраля назначил своего свата Батыра Турсунова первым заместителем председателя службы государственной безопасности. Об этом пишет Central Asian Org. В декабре 2018 года Мерзияев своим приказом уволил ряд высокопоставленных сотрудников из силовых структур, после чего на одну из стратегических должностей и был назначен Турсунов. Ранее при президенте Каримове Турсунов возглавлял управление по борьбе с терроризмом МВД Узбекистана. По словам источника в Министерстве внутренних дел Узбекистана, в отношении уволенных высокопоставленных чиновников службы государственной безопасности СГБ возбуждены уголовные дела о коррупции. Отметим, что для стран Центральной Азии назначение диктатором своих родственников на высокие посты в структурах режима является обычной практикой. Ранее в 2017 году в СМИ появилась информация о назначении старшего зятя Мерзияева, Ойбека Турсунова, на должность заместителя главы администрации президента. А младший зять, Атабек Шаханов, был назначен заместителем начальника службы безопасности президента. В пяти селах Нарынской области Кыргызстана Кошдабо, Терек, Карабургон, Конорчок и Кок Жарский, Аильный Аймак запретили продажу и распить алкогольных напитков. Мораторий введен самими жителями. Инициатором данного запрета стала местная молодежь. Аким Акталинского района Нурбек Молдокадыров сообщил, провели собрание, пригласили местных предпринимателей, которые торгуют алкогольной продукцией, приняли резолюцию и создали комиссию. Она мониторит исполнение народной инициативы. Старейшины поддержали. А, например, в селе Кошдабо население собрало 80 тысяч сомов, кто поскольку смог, и выплатили бизнесменам компенсацию. Напомним, что это уже далеко не первый случай в Кыргызстане, когда местные жители выступают против продажи и распития спиртных напитков. Так, например, в 2017 году на юге страны в селе Жапалак местные жители скупили алкогольные напитки на сумму 4 тысячи долларов и уничтожили весь купленный товар. Наблюдатели отмечают, что последние годы в Кыргызстане все чаще дают о себе знать признаки возрождения исламского сознания среди населения страны. Причем это происходит, несмотря на попытки властей воспрепятствовать этой тенденции всеми доступными способами. Журналист из Кыргызстана Перезат Кыргызбаева прокомментировала корреспонденту Хабархо данную новость следующим образом. Это действительно народная инициатива, особенно молодежи. Причиной такой тенденции в данном случае среди народа Центральной Азии является возрождение в обществе исламских чувств, возвращение к законам шариата. Но надо отметить то, что реализация отдельных законов шариата в отдельных районах, это не решает проблемы в корне и ничего не меняет в плане системы порочной. Но сама тенденция того, что народ желает этого, она очень обнадеживает и демонстрирует то, что сколько бы ни предпринимали усилий правительства Центральной Азии и иностранные государства, которые имеют интерес в наших регионах, народ неизбежно движется к исламу и к ее притворению в реальной жизни.